Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор и прогноз криптовалютного рынка на сегодня, на 9 июня. Итак, давайте посмотрим, чем отметился рынок у нас за выходные. Биткоин торгуется приблизительно на тех же отметках 9700 долларов. Что касается эфира и других альткоинов, они также особо в цене не изменились. Мы видим, что биткоин доминация незначительно снизилась в 64,7% и из альткоинов отметить особо нечего. Поэтому сегодня ограничимся эфиром. Итак, давайте перейдем на BTC. Я напоминаю, что все котировки я беру с биржи Binance. И есть еще одна хорошая новость. Совместно с биржей Binance мы проводим акцию. Каждый, кто зарегистрируется по моей ссылке на Binance Futures, первые 20 человек, они получат 25 долларов на свой счет. Там не будет никаких конкурсов, отборов, типа выберем 3 или 5 из зарегистрировавшихся. Нет. Первые 20 человек, которые по моей ссылке регаются, там есть незначительные 2 условия. Вы их выполняете и вам, соответственно, этот бонус в виде 25 долларов на счет приходит. Чтобы все подробности узнать, просто разворачивайте описание. Там все подробно описано. Вот. Ну и также хочу сказать, что скорее всего в этом месяце будет достаточно большое количество акций с Binance. В том числе и для пользователей, которые уже по моим ссылкам торгуют. Поэтому наслаждайтесь. Итак, давайте перейдем к биткоину по отношению к тезеру. Здесь я решил начать с 15-минутного графика. Дело в том, что касательно глобального своего взгляда на рынок, я уже, наверное, все сказал, пересказал по большому количеству раз. Там практически ничего не понятно. То одно, то другое случается. И, в общем, какого-то четкого направления движения там предвидеть сложно. Но что касается более локальных движений, здесь ситуация выглядит чуть более однозначной. Здесь мы видим такое вот боковое движение. Уже на протяжении практически недели оно происходит. У него есть, не скажу, что ярко выраженное, но есть приблизительно три границы верхних, от которых отбивается биткоин. И есть также нижний диапазон, к которому биткоин после этого приходит. Поэтому здесь, как я писал вчера в телеграм-канале, следует, возможно, рассмотреть какие-то краткосрочные позиции. И я решил выделить все вот следующим образом. Смотрите, у нас есть наверху вот здесь такие три зоны, которые я отметил. Для людей, которые с телефона обозначен. 9800-9840 первая зона. 9840-9900 примерно следующая зона. И 9900 до примерно, не доходя чуть-чуть до 10 тысяч, это третья зона. Которая зеленая зона, это зона, на мой взгляд, консервативных шорт-позиций для вот этого вот локального бокового движения. Соответственно, красная это зона агрессивных шорт-позиций. И желтая таких умеренно агрессивных шорт-позиций. Что это означает? Мы видим, что у нас сверху есть вот такая примерно граница, от которой биткоин там в среднем отбивается. Мы видим, что периодически биткоин отбивается от вот этой вот нижней границы. Но, на мой взгляд, сделки в шорт здесь являются чересчур агрессивными. Потому что очень часто зону 9800 мы прошиваем, как это, например, было вот здесь. Или как это, например, было вертолетом вот здесь. Поэтому здесь продажи, они такие являются достаточно агрессивными. Что касается желтой зоны. Здесь уже продажи неплохие. Кстати, если вот мы посмотрим, например, на эту желтую зону. Но я вчера их отмечал, когда цена была примерно здесь. То мы видим, что уже одна фактически продажа отсюда могла бы совершиться по умеренно агрессивной стратегии. Ну и, соответственно, зеленая это, на мой взгляд, более желательная зона. Почему? Потому что здесь у нас есть вот такие вот вершины, за которые мы, вероятно, можем сходить и только после этого опуститься. То есть, фактически мы уже все зоны выбивания стоп-лоссов преодолеваем. И примерно от этой зоны неплохие шорт-позиции есть. При этом нужно понимать, что так как это позиции краткосрочные. И потенциально все позиции в шорт они являются очень рисковыми. Поэтому здесь нужно, безусловно, от короткого стоп-лосса торговать. Я думаю, что конкретно уровень стоп-лосса зависит, конечно, от того, в какой вы зоне входите. Но вообще, примерно, я бы описал это так. Если вы заходите в красной зоне, то стоп-лосс примерно на границе вот этой вот желтой зоны верхней границы. Если вы в желтой, то на границе вот этой верхней зеленой зоны. Ну и, соответственно, если вы в зеленой зоне, то, я думаю, сразу за зеленой зоной, сразу за 10 тысяч нужно выставлять. Потому что, если мы пробиваем 10 тысяч, скорее всего, там сработает довольно большое количество стоп-ардеров, которые цену по инерции протащат чуть дальше. И, ну, заведомо рисковать большим объемом средств здесь я смысла особого не вижу. Что касается нижней границы, я бы, наверное, сейчас какую-то промежуточную выделил. Вот, на самом деле, 9600 недавно нарисовалось. Мы видели какие-то отбои, которые были и вот здесь. И довольно большое количество отбоев, которые было вот здесь, но уже с верху вниз. Но при этом 9600 все-таки не является такой сильной зоной. От нее бы, наверное, покупать не стал. Возможно, только совсем какие-то intraday трейды здесь можно было совершать. Но вообще, самая сильная зона, это зона, которая выделена красным. 9480-9480 примерно. Мы видим, что практически все отбои, которые были, начиная с 28 мая, они совершались от вот этой вот как раз-таки зоны. При этом мы видим, что зона довольно крепкая. И не сказать, что очень часто мы ловим какие-то лонг-сквизы. Один раз был лонг-сквиз вот здесь, но можно ли его назвать каким-то опасным? Потому что здесь это само движение, оно было очень инертное. С 10200 долларов мы практически упали до 9200. И явно здесь цель была не только собрать стоп-ордера, которые выставлены за вот этой зоной. Скорее, цель была даже собрать ликвидации, потому что движение вниз было примерно на 10%. Соответственно, скорее всего, здесь рубили плечи x10. И вряд ли ключевой интерес был именно протащиться за эту зону. Поэтому здесь, мне кажется, интересными также сделки в лонг примерно от этой зоны снизу. Поэтому я каких-то трех зон не выделил. То есть, нет того, что как-то здесь лучше совершать, здесь хуже, здесь еще лучше. Здесь одна зона, поэтому если бы я какие-то лонги краткосрочные совершал, то совершал бы строго от этой зоны. И ни на что бы больше не ориентировался. Вот. Это что касается биткоина на текущий момент времени. Ну и повторю свою мысль, что на мой взгляд сейчас какие-то среднесрочные, долгосрочные сделки планировать рановато. Потому что мы очень долгое время находимся в боковом движении. Это боковое движение, оно на различных таймфреймах выбивает стоп-ордера. Мы видим резкие закиды наверх, потом, соответственно, такие же вниз. Это все приводит к очень высокому увеличению рисков. И мы видим, что даже по сути, ну, какие-то там, какая-то позиционная торговля, которая здесь может рассматриваться, там, в расчете на выходы из канала наверх или выход из канала вниз, она также не находит какой-то своей актуальности. И стопы собирают даже довольно внушительные, там, по 1000 долларов. Вот. Далее мы перейдем к эфиру. Здесь интересная информация, на мой взгляд, как и по многим альткоинам. Мы, цена очень сильно поджала, вот здесь вот уровень где-то 245 долларов. Это опять M15, поэтому графика немного не пугайтесь. Раньше мы рассматривали более большие таймфреймы. И здесь, смотрите, здесь то же самое. Мы видим, что, как бы, вот эти вот минимумы, они постепенно повышаются, повышаются. Мы этот уровень все поджимаем, поджимаем. И здесь также, мне кажется, что сделки актуальны примерно те же. Здесь единственное, что зону нижнюю я бы выделил, наверное, немного по-другому. Где-то 237 долларов. Мы видели, что большое количество отбоев было именно от этого уровня. Также, ну, я бы не ориентировался на сквизовое движение, но, тем не менее, обратите внимание, что даже сквизовое движение нашло свой минимум на 238 долларов примерно. Поэтому это говорит также об определенной силе вот этого вот уровня. Опять же, выбивание стоп-лоссов было только вот здесь. Поэтому, ну, я думаю, что зону можно выделить как 236-238. Примерно вот такую. И, соответственно, примерно с этой зоны можно какие-то, опять же, интродэй покупки или там, ну, не интродэй, возможно, там, овернайт. Какие-то такие покупки можно совершать, придумывать. Что касается зоны сверху, здесь она не такая хорошая, как на биткоине. Поэтому шорт позиции по эфиру я бы рекомендовать, наверное, не стал. Потому что, видите, вот, например, вот это вот сквизовое движение, если мы его сравним с тем же биткоином, мы видим, что биткоин, он, как бы, довольно предсказуемо вышел в предсказуемую зону. Примерно по тому же максимуму. И здесь сделка была теоретически неплохая. Тогда как здесь мы вышли за вот эту вот зону. Здесь еще и зона была не очень четкая. Мы вышли за эту зону. Вышли довольно далеко. Практически 250 долларов. И здесь никакое, соответственно, соотношение прибыли к рискам не было, ну, не выдержало бы такого сквиза. Поэтому я бы здесь шорт позиции вообще не рассматривал. Плюсом ко всему мы видим, что формация, ну, опять же, традиционно она сильная. Но сейчас рынок такой, что, там, какая бы ни была традиционно сильная формация, она может быть нарушена. Поэтому я бы просто следил бы за развитием событий. Одно я знаю точно. Идет, ну, грядет, так же, так выразимся. Очень сильное движение, однозначно. И, в общем, нужно его ожидать, там, я не знаю, скрести в пальцы, если вы в позиции. Если вы без позиции, то с полной боевой готовностью в эти позиции вписаться. Вот, примерно то же самое, можно сказать, и по эфиру. То есть, видите, в данный момент мы, конечно, поджимаем вот эту вот верхнюю границу. Но, опять же, треугольник существует ровно до того момента, пока он не превращается в какой-нибудь прямоугольник или во что-нибудь еще. Поэтому здесь, как бы, общий взгляд на весь рынок предпочтительны краткосрочные сделки с четкими ограничениями по рискам. И пока что без каких-то загадываний на более длительные временные интервалы. Вот, это все, что я хотел сказать вам по сегодняшнему рынку. Напоминаю, что рынок является криптовалютным рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое другого решения принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, всего хорошего и пока.